Всем доброго дня! С вами Ольга Новикова. Сегодня я хочу рассказать вам классную практику на расширение целей, для того, чтобы ваши цели, которые мы ставим перед собой, чтобы их легче достигать, без борьбы, чтобы не было потом каких-то болезней непонятных. Есть такой классный лайфхак, есть прям целая практика, которую вы можете применить, я ей пользуюсь постоянно, и она, кстати, очень хорошо поможет тем, у кого прям четко ставят цели, кто хочет в доходе вырасти, какие-то большие достижения у вас стоят перед вами, либо, если вы вообще хотите просто легко, быстро достигать любой поставленной цели, чтобы не было, да, еще раз повторюсь, борьбы, ну там, как следствие, да, болезней. Вот, что еще? Эта практика очень сильно мотивирует. Бывает так, что руки не лежат, бывает так, что ты что-то там откладываешь все время, а она как раз помогает, дает вот эту мотивацию и движение к действию. Что? Давайте начну по порядку. Как вообще мы все поступаем? Как поступала я? Что вообще я делала? Я всегда ставила цель, ну, точку B. То есть у меня есть точка, я ставлю точку B. Например, у меня там 50 тысяч, моя чистая заработка, да, я хочу прийти к 200 тысячам. Что я делаю? Я ставлю точку B. Хочу 200 тысяч рублей чистыми, пишу план, ставлю задачи и понимаю, что сейчас теперь пойду шаг за шагом к этой цели. Как правило, достижение этой цели такое нелегкий путь, если честно, потому что задач много, многозадачность, команда, еще что-то, ты еще хочешь гулять, там, кто-то приезжает, лето на дворе, в общем, разные ситуации. И, по идее, любая цель, она такая, ну, все время с такими препятствиями, да, то есть вверх-вниз. И что еще важно? Она кажется долгой, она кажется какой-то трудной. Плюс есть такой момент, когда мы ставим, расписываем план достижения нашей цели. Наш мозг, как бы мы исходим из этого состояния, на котором сейчас находимся. И вот у нас есть состояние клеток, эмоциональное состояние, состояние тела. И, то есть, это то, что вы уже получили какой-то опыт в прошлом, да, то есть вот ваш образ жизни. И плюс мозг, исходя из прошлого, он дает вам сейчас составить план действий, тот, который согласно прошлому опыту, прошлым знаниям. Соответственно, здесь подключается еще и мозг, да, и, короче, вот так мы обычно делаем. Согласно нашим знаниям ставим, как мы будем достигать. Я вообще всегда делаю теперь не просто один план из точки А в точку Б, а делаю три плана. Стандартный, средний и тот, который прям the best. И тогда мне немножко легче двигаться вперед. Но это было, это было, знаете, как типа первый шаг, первый опыт к тому, вот, что я пришла к этой новой практике, которая очень быстро дает достичь результата легко. А этот был этап с тремя планами, он меня немного путал. Вроде как есть цель, а вроде как есть маленькая, средняя и большая. А здесь, вот смотрите, если мы просто ставим из точки А в точку Б, то даже если мы достигнем этой цели, то мы основываемся только на прошлый опыт. Мы не видим больше возможностей. Плюс, чаще всего, когда ты ее достигаешь, ты достигаешь ее каким-то определенным трудом, задачами, временем вложенным, и ты начинаешь цепляться. Если много денег заработал, ты начинаешь попадать в состояние зависимости, страха потерять. И у тебя все время состояние сохранить как-то эти деньги. Если это квартира, ты там платишь за нее, да, и как бы вот ты дрожишь этой квартирой. То есть мы как бы очень привязываемся к вещам, становимся зависимыми от них. То есть вот достижение целей, используя обычную классическую форму из точки А в точку Б, она приводит вот к таким мелким, вроде бы как бы, а может быть и крупным, каким-то негативным вот таким последствиям, да, которые они за собой влекут. Если говорить про практику на расширение, то она наоборот убирает это все напрочь полностью. И давайте сейчас вот так прикинем. В нашем мире очень много молодежи. Это молодежь до 25-30 лет, и эта молодежь очень быстро достигает миллионных оборотов, выручек. То есть они прям с легкостью, да, достигают поставленных целей. Я проанализировала, почему это происходит, потому что прошлый опыт у них немного иной, не как у тех, кто а-ля с 90-х, с 80-х. И что же делать нам? Что же делать нам? Есть классная практика на расширение. Кстати, они ее и применяют тоже. И успешные люди, и молодежь, они все применяют вот эту практику на расширение. Смотрите, что нужно делать? Нужно делать вообще самое простое. Вы берете, представляете себе точку С. Точка С – это та цель, которая прям офигенско вас заряжает, ради которой вы готовы в вагоне, в воду и в медные трубы, ради которой вы аж мурашки идут. Представляется, что вы все... Ну вот если это цель, то это просто высший пилотаж. Это прям, это вот the best. И вы ставите, например, 700 миллионов рублей. Что мы делаем? Представляете, да, я мыслила 50 тысяч, потом 200 тысяч, точка Б и точка С. Я раскрываюсь сама перед собой. Вот будьте честны, вот реально честны перед собой. И я такая себе, 700 миллионов. Прям заряжает, офигенско заряжает. Что происходит в этот момент? В этот момент я, во-первых, как бы погружаюсь сама в себя, начинаю с собой разговаривать и чувствовать, а что действительно на самом деле я хочу, не основываясь вообще на мнении окружающих. Дальше я точно так же пишу план и задачи, то есть достижение вот этой цели. И когда я пишу этот план на 700 миллионов, а этого опыта у меня еще нет, тогда происходит, что мозгу неоткуда взять из прошлого опыта знания. И он начинает подключать новые возможности, брать извне. Начинается считывание разной информации, и таким образом мы можем здесь как раз играться. А что если бы? А давайте представим. А гипотетически, как бы я мог сделать? И мы начинаем писать план и действия, как бы мы пришли к этой цели. Тогда вы расписываете вот этот план. Что происходит дальше? Вы смотрите на свой план, который был в точке B на 200 тысяч. И вот здесь самое волшебство. И вы понимаете, о, так 200 тысяч сделать мне вообще легко. Что тут? Вообще ни о чем. Да, то есть когда вы очень плотно разбираете 700 миллионов в точку C, прямо вот со всех сторон, то тогда 200 тысяч становится, ну, как за один день сделать. Дальше. Еще один лайфхак. Офигенский, самый классный лайфхак – это то, что мы можем еще и управлять сроками. Да, то есть подключить еще одну фишечку, один инструмент, когда вы управляете сроками достижения вашей цели. Что здесь можно сделать? Здесь мы задаем вопрос. Например, мы поставили точку C – 700 миллионов. И, ну, по нашему состоянию тела, по нашему опыту, знаниям тоже каким-то, да, амбициозным, все равно же у нас мозг выключается. Мы такие, ну, 700 миллионов, ну, ладно, сколько там, ну, год или пять лет, да, я ставлю такую цель. И, естественно, я ее план расписываю, исходя, например, из года. И для того, чтобы управлять сроками достижения, да, либо уложиться в год, либо еще меньше, я задаю себе вопрос. А как я могу достичь 700 миллионов рублей, например, там, за шесть месяцев? И отвечаю сама себе на вопрос. Потом задаю вопрос. А как я могу достичь 700 миллионов рублей за месяц, за 30 дней? Да, и я опять себе отвечаю на вопрос. И мозгу неоткуда взять информацию. Он начинает генерить разные идеи. И я это все записываю. Дальше. Сейчас еще один лайфхак расскажу. То же самое мы делаем, смотрим, когда на 200 тысяч. Мы точно так же делаем. А как я могу сделать за один месяц? А как я могу сделать за семь дней? Мы начинаем укорачивать наши сроки. И у нас появляются новые идеи. Наш план по-другому модифицируется. Вы увидите, какие задачи вы бы могли сделать. Какие задачи вы могли бы, например, делегировать. Это классная штука. Пока не забыла, сейчас еще один лайфхак расскажу. Но фишка все в том, что многие, сделав вот этот план, больше к нему не прикасаются. Знаете, как в списке желаний написали и забыли. Вот здесь в чем фишка? Возвращаться к этому плану и делать корректировку при самом идеальном варианте. Это раз в неделю. Я делаю по воскресеньям. Я сажусь. И вот я, когда разрабатываю вот этот вот план, у меня одни мысли, одно состояние моего тела, поле. У меня сегодня были одни знакомые. Через неделю, вы увидите, как вообще все сильно меняется. Через неделю я встретилась с миллиардером, с миллионером. Еще сходила в общество на выступление какое-то. У меня были прогулки, работа с собой, какие-то новые осознанности, осмысления. Какие-то задачи уже были сделаны, уже сделана работа над ошибками. И через неделю я смотрю снова на свой план с новой энергией, с новым полем. И вы снова на 700 миллионов начинаете играть. А что еще, помимо того, что я написала, я могу сделать? А еще что? И точно так же по всем пунктам проходитесь. Потом возвращаетесь к 200 тысячам и смотрите. Хм, так здесь я могу сделать вообще эту задачу. Знаете, бывает даже, ты не мог делегировать какую-то задачу долго. Потому что, потому что, почему что, почему что. А потом ты смотришь на задачу и такой, а что я могу делегировать? Иногда бывает, ты не можешь найти даже решение. А когда ты используешь вот эту технику, такой, так а что я тут мог вот просто делегировать все, и мне сделают за один день. Вот эти новые мысли, всякие штуки, они приходят в процессе. И возвращаться каждую неделю к своему плану с новой энергией, с новыми осознанностями, с новыми ощущениями, я рекомендую это делать вообще постоянно и системно. Работать над своим планом, над своей задачей, над своей целью. Для чего это делается? Во-первых, это еще и фокус. Фокус, чтобы не сходить с дистанции, а посмотреть. Те ли действия в течение недели вы делали для того, чтобы достичь своей цели. Или слетели куда-то, не куда-то и укатились. Итак, давайте теперь подведем итог. Именно постановка гигантской цели на расширение, она вообще, знаете, как вызов работает, как шанс, наверное, для вашего роста. И не нужно бояться поставить вот такую гигантскую цель. У меня была знакомая, она говорила, эта цель убийца, я не буду ставить, меня прям, ну, не бесит, а она такая, меня прям вообще все бомбит. Эта цель, она на расширение для того, чтобы можно было достичь другую цель легко, быстро, без привязок вот этих, да, о которых я говорила в начале. И здесь самое главное верить в себя, верить в себя, в свои силы, как сказать, ну, это позволит вообще вам выйти даже за рамки того, что вы делали сегодня или еще вчера, да, и начать делать что-то новое. Так что так, обязательно подумайте над этими всеми вопросами, не бойтесь ставить амбициозную цель, двигайтесь к своей самой-самой заветной мечте, прям шаг за шагом. Ну, и вообще просто нужно быть настойчивым, да, это же ваша жизнь, это ваши цели, ваше желание. Если вы прям уверены в своих силах, если это действительно ваше, то успех не заставит себя ждать. Ну, а у кого остаются вопросы, обязательно пишите мне в комментариях. У меня есть еще и рубрика теперь по пятницам «Вопрос-ответ». Можно под этим видео написать комментарии. Знаете, бывает так, я делаю эту практику уже системно, и какие-то моменты для меня обычные, понятные. Возможно, у вас на этапе внедрения этого инструмента будут вопросы. Если они возникнут, обязательно задавайте их в комментариях к этому видео, и я постараюсь на них ответить, либо сниму дополнительное видео с ответами на ваши вопросы. На этом у меня все. Рада была передать вам эту классную технику. Всем хорошего дня, классных вам целей, возможностей их достигать. Ну, и спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.